АМУ-2, советский грузовой автомобиль, первый отечественный автомобиль с гидравлическим приводом тормозов, диафрагменным бензонасосом, батарейной системой зажигания и приводимым от коробки передач насосом для накачки шин. Чем больше времени тот или иной автомобиль удерживается на конвейере, тем, как правило, большую известность и популярность приобретает. И это естественно, ведь неудачная модель не может долго находиться в производстве. Когда речь заходит об отечественных грузовиках прошлых лет, одним из первых, конечно же, вспоминается знаменитая трехтонка ЗИС-5, выпускавшаяся почти три десятилетия на конвейерах трех заводов и принимавшая участие практически во всех самых важных событиях, происходивших в стране в 20 веке. Однако история появления и становления этого легендарного автомобиля долгое время оставалась почти закрытой темой. Возможно, причиной тому – зарубежные корни конструкции, хотя в принципе этим грешили почти все известные отечественные модели, а скорее просто от того, что ситуация с ним сложилась несколько по-иному, нежели с фордовскими полуторками. К концу 1920-х годов стало ясно, что московский автозавод ОМО, на тот момент полукустарный, маломощный, испытывавший острую нехватку в оборудовании, не в состоянии удовлетворить спрос на грузовики внутри быстро развивающейся страны. Выпускавшаяся на нем модель, несколько обновленной Fiat 15r являлась для того времени уже значительно устаревшей конструкцией. Поэтому со всей остротой назрел вопрос о реконструкции завода и освоении выпуска более современного грузового автомобиля. В январе 1928 года рассматривался первый вариант реконструкции ОМО, предложенный Цепулином, в то время главным конструктором завода, ориентированный на немецкое автопроизводство. Однако уже к концу этого года первоначальный проект был приостановлен ввиду произошедшей смены ориентиров на американские образцы автомобилестроения. Думаю, нет необходимости описывать здесь хронику самой реконструкции предприятия, шедшей долго и трудно, о ней сказано немало. Рассмотрим поподробнее выбор конструкции и прототипа. Пожалуй, решающую роль в этом деле сыграл тогдашний председатель автотреста Сорокин, назначенный осенью 1927 года, несколько лет еще до революции жившей в Америке. В 1928 году он снова находился в Соединенных Штатах во главе правительственной комиссии по выбору автомобиля для его производства на ОМО. Среди грузовиков различных ведущих фирм, подробно осмотренных и изученных комиссией, Сорокин остановил свой выбор на последней модели старейшего американского завода, известного под маркой «Автокар». Грузовые автомобили этой фирмы широко использовались еще во время Первой мировой войны для различных военных целей канадской армии. В 1920-е годы они получили значительное распространение среди многих транспортных обществ, особенно, в дорожном строительстве, благодаря своей высокой надежности, выносливости и проходимости. Грузовик Моделеса, которым заинтересовалась комиссия во главе с Сорокином, в разных модификациях имел грузоподъемность от 2 до 2,5 тонн, и два варианта колесной базы отличавшиеся друг от друга длиной рамой и карданной передачей, с одним или двумя карданными валами. Силовой агрегат, подвешенный на раме в трех точках, состоял из шестицилиндрового мотора, многодискового сцепления и коробки передач, соединенных в одно целое. Мотор снабжался магнетой или бобиной с прерывателем-распределителем, стартером и динамо. Система смазки являла собой разбрызгивание масла, поступающего под давлением от масляного насоса. Водяное охлаждение происходило посредством центробежного насоса. КПП имела четыре передачи вперед и одну, назад. К ней уже тогда крепился редуктор, позволявший использовать КПП для специальных целей. Пожарных насосов, опрокидывания кузова и так далее. На машине устанавливался задний мост с передаточным числом 6,3. Колонка рулевого управления располагалась под углом в 47 градусов и отстояла на 265 мм от центра машины влево. Колея передних колес равнялась 1524 мм, задних – 1675 мм. Рессоры передние состояли из 11 листов, задние – из 9 листов большего сечения, плюс дополнительные 5 листовые по 3 сорняки, для нагрузки, близкой к номинальной или превышающей ее. Автомобиль снабжался передними гидравлическими и задними механическими тормозами. За океаном предлагались варианты, как с дисковыми, так и с бездисковыми колесами. На шинах общий вес с грузом 2 тонны достигал 4900 кг. Максимальная скорость нагруженной машины в средних дорожных условиях составляла 55 км в час, а на 7% в новом подъеме – 25 км в час. Более легкие же модификации автокары развивали до 70 км в час. Комиссия особо отметила, что резвость и гибкость мотора, работающего с одинаковой плавностью в пределах от своего минимума до максимума, делает машину пригодной для самых различных целей. Как описывалось уже неоднократно, фирма автокар не изготавливала автомобиль полностью, а лишь собирала из узлов и агрегатов, производимых другими предприятиями по ее чертежам или техническим условиям. Двигатели поставляла компания Геркулес, сцепление, лонг, коробки передач, броун-липи, рулевые механизмы, роз, карданные валы и шарниры, спайсер, передние и задние оси, тимкин, колеса, бут, рамы, парши, гидравлические тормоза, лачхейт. Остальные комплектующие и сборка машин осуществлялись самим автокар. Видимо, и это обстоятельство сыграло свою роль при отказе даже от самого упоминания автокар, как прототип ЗИС-5. Взяв на себя ответственность, Сорокин принял решение о закупке для производства на ОМО именно этого грузовика, приобрел экземпляры автомобиля и доставил их в Москву. Поначалу выбор модели автокарса на заводе был признан неудачным, однако пробная эксплуатация образцов машин в различных дорожных условиях красноречиво свидетельствовала о правильности выбранной конструкции. И вскоре машина была утверждена к производству. Для всесторонних испытаний автомобиля на дорогах нашей страны и ознакомления со спецификой его производства в США были закуплены 2000 комплектов деталей. Пока шла реконструкция, а фактически, строительство нового завода. На ОМО параллельно с выпуском последних F-15 началась сборка автокаров из этих комплектов. Вскоре таким машинам был уже присвоен отечественный индекс, ОМО-2. Внимательный читатель, сравнивая образцы привезенных автокаров и первых ОМО-2, сразу заметит некоторые различия в их внешнем виде. И действительно, внешность американских машин была почти идентична той, с которой позже, в 1933 году, начали сходить с конвейера первая ЗИС-5. Полностью закрытая кабина с застекленными дверцами, крылья, имевшие плавный переход к подножке, соединявшая их горизонтальная поперечина, на которой устанавливались фары. В то же время в комплектах деталей, поставленных в СССР, эти элементы были несколько более раннего исполнения. Крылья старого образца, образовавшиеся с подножками резкие углы, полудверцы, без жесткой верхней части, с маленькими целлулоидными окошечками, так называемая кабина переходного типа R. А более прихотливые по конструкции кронштейны фары вовсе не закупались, а были собственного изготовления ОМО. Вот этих-то более архаичного вида машин с вертикально расположенными буквами ОМО на радиаторе было собрано по разным данным от 1577 до 1767 экземпляров. Необходимо также отметить, что от американских автокаров ОМО-2 отличался еще и конструкцией заднего моста. Для российских дорог, а вернее, почти повсеместного их отсутствия, вместо заднего моста, устанавливавшегося на эти машины в Соединенных Штатах, был взят задний мост фирмы Тимкин, использовавшийся за океаном для машин с более солидной нагрузкой в 3,5 тонны. Поэтому из-за более массивного редуктора дорожный просвет ОМО-2 по сравнению с автокаром уменьшился на 1,5 дюйма. Кроме того, для советских автокаров был выбран только один тип колес, а именно, дисковые, с бортовыми и замочными кольцами, крепившиеся на шести шпильках, с двумя окнами в форме луковок в бандажной части. Претерпели изменения и колпаки передних ступиц, были убраны, что вполне естественно, литеры А, а их цилиндрическую форму заменили на полусферическую. С того самого момента и по сей день окна колесных дисков луковками, количество которых, правда, после войны возросло в мясе до шести, и полусферические колпаки ступиц стали одной из неизменных черт, по которым безошибочно угадывается принадлежность к какой-либо из трехтанок или к Уралзистрион в 155М. АМО-2 изначально обували в американские покрышки с ромбовидными протекторами, но вскоре они уступили место отечественным, типа косая елка, а позже, с классическим более сложным рисунком. Не удивительно, что довольно скромное количество АМО-2, собранных за неполных два года, во время острого дефицита машина оказалась очень востребована и послужила базой для многих модификаций. Во-первых, наряду с обычной базой выпускались и длиннобазы АМО-2. На таких шасси в 1930-м начали выпускать первые полноценные автобусы АМО. С 1932 по 1934 годы такие длиннобазы и шасси для спецтехники и автобусов с несколько измененными кузовами стали обозначать АМО-4. Кроме автобусов на шасси АМО-4 строили пожарные автомобили и различную другую спецтехнику. Остановимся чуть более подробно на автобусах, конструкция которых была спроектирована в кузовном отделе АМО еще на рубеже 1929-1930 годов. Кузов, рассчитанный на общую вместимость в 30 пассажиров, имел сидение для 22 человек, включая водителя и кондуктора. При разработке большое внимание было уделено конструкции сидений с анатомической точки зрения. Каркас кузова изготавливался, как это было тогда принято, из дерева, а конкретно, из дуба, имел габаритные размеры, длину, 5530 мм, ширину, 2200 мм и высоту, 1900 мм. Две двустворчатых двери для пассажиров, располагались с правой стороны. Интересно, что конструкция дверей уже была бестамбурной, в отличие от автобусов на базе АМО-F15, Я-3 и Я-5. Это обстоятельство, как отмечалось тогда в прессе, кроме удешевления стоимости автобусов, также уменьшало воздушное сопротивление при движении и увеличивало скорость и экономичность. Кузов раннего варианта автобуса на удлиненном шасси АМО-2 был несколько иным, чем последующий новый стандарт. Лобовая, передняя, стенка автобуса имела вид полностью застекленной, так как пока еще отсутствовала выступающая ее верхняя часть, козырек, с двумя габаритными фонарями по бокам и окном указателя маршрута в центре. В целом конструкция являлась достаточно современной для того времени. И лишь юбка кузова по бокам в средней своей части состояла из фальшбортов, была набрана из горизонтальных планок, как, например, у Я-6, и выглядела некоторым анахронизмом. Автобус получился неплохим, надежным, и, несмотря на недостаток мощности, хорошо переносил перегрузки. Эти автобусы курсировали в то время по Москве, Нижнему Новгороду, Уфе, Челябинску и еще целому ряду других городов. Но вместе с тем, некоторые из автобусов на базе новых ОМО, изготовленные не на самом ЗИСе, а на кузовном заводе Мастранца, тогдашнее название «Рем Куза», были построены по старинке, с менее вместительным и высоко посаженным на раму салоном, с тамбурами в витиеватых аркообразных дверных проемах и реечными деревянными фальшбортами по всему боковому периметру Кузова. Всего же автобусов ОМО-2 было построено 79 экземпляров, 39 в 1930 году и 40 в 1931. В то время единственным заводом, выпускавшим пожарные автомобили был завод номер 6 Вата. В 1932 году переименованы в МИУский завод. С сентября 1931 года взамен базового шасси ОМО-15 там начали производство пожарной техники на удлиненном варианте ОМО-2. Эти машины оснащались центробежным насосом высокого давления производительностью 1400 литров в минуту, установленным в задней части автомобиля и приводившимся в действие от коробки передач специальным карданным валом через редуктор. Кузовом, подобным пожарному Ф-15, но более длинным, с продольными сидениями для командов 10 человек, по 5 с каждой стороны, не считая шофера и начальника команды, которые размещались в кабине, тогда еще открытой. Кабина имела лишь ветровое стекло и одну полудверцу со стороны начальника, так как с левой, водительской стороны устанавливалось запасное колесо и пенный генератор производительностью 1000 литров в минуту. Специальное оборудование состояло также из бака первой помощи и заправки насоса емкостью 360 литров, располагавшегося в верхней части кузова и служившего одновременной спинкой сидений для команды. Трех катушек с рукавами, из которых две, на 80 метров каждая, размещались по бортам кузова на кронштейнах. Одна подвешивалась сзади автомобиля на большой бобине, двух бронспоэтов с четырех видами мундштуков, рукавов, переходников, предупреждающего бронзового колокола, сразу за кабиной, и прочего. Лестницы укладывались непосредственно в верхней части кузова, а не на кронштейнах, как у АМОЭ в 15, причем уже крепились на роликах, что убыстряло их развертывание. Помимо основного электрооборудования от динамо-аккумулятора, имелось дополнительное, два красных подфарника, лампа для освещения насоса, и съемные прожекторы с катушкой и 30-метровым проводом. Автомобили эти, с 1932 года, также на шасси АМО-4, имели широкие подножки с ящиками. Ввиду чего пришлось оснащать их нестандартными, более объемными и передними крыльями, которые изготавливались вручную выколачиванием на деревянной оправке. Крылья, ящики и подножки окрашивались черной лаковой краской, капот, кабина и другие металлические части, вишнево-красный, деревянные же части кузова, ящики сидения по бортам, просто лакировали, оставляя цвет дерева. Примечательно, что такие пожарные линейки были разработаны даже раньше пожарных автомобилей типа ПМГ, на шасси полуторок. Что же касается обычных АМО-2 длиной 5950 мм, то они в подавляющем большинстве своем являлись бортовыми грузовиками, а какие-либо спецмашины или автобусы на их базе чаще всего изготавливались где-нибудь в глубинке, хотя и стандартные АМО-2 оказались тогда едва ли не последним словом техники. Так, например, в начале 1930-х годов такие машины имелись в распоряжении Совмонгтуфторга и доставляли по Чуйскому тракту стратегические грузы из Бийска в Монголию. Даже для суровых горных перевалов это были весьма выносливые машины по сравнению, скажем, с узкоколейными и высокими, что было далеко не безопасно, F-15 или тяжелыми, неповоротливыми и уже не новыми импортными грузовиками.